Это проект «Место происшествия» на Первом городском канале в студии Татьяна Грудинина. Смотрите сегодня в выпуске. Медали. Медали где находились? На стуле. Начинаем выпуск с трагедии в Слободском. Ночью на улице Грина водитель Рено Меган насмерть сбил женщину-пешехода. Детали происшествия в рубрике «Обзор аварии» расскажет Сергей Пичугин. Авария произошла 2 февраля в 4 часа в городе Слободском. По предварительным данным, 55-летний водитель Рено Меган наехал на пешехода, который стоял на освещенной дороге. Знаков пешеходный переход и зебра на месте удара не было. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ТВДТП. Участники аварии на перекрестке Хлебозаводского проезда и улице Московской разыскивают очевидцев или записи с видеорегистраторов. Авария произошла 23 января в 18.50. Информацию и просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД по номеру 58 88 88. Владелец Тойоты тоже разыскивает видео и очевидцев ДТП. Оно произошло 29 января в 11.38 в центре Кирова на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Никто не пострадал, у иномарки поцарапался лишь бампер, но виновник скрылся и водитель иномарки хочет его наказать. За скрытие с места аварии полагается лишение прав на полтора года или административный арест до 15 суток. На южном обходе Кирова очевидцы запечатлели аварию. Водитель Volkswagen Passat выехал за пределы дороги и оказался на крыше. Пострадавших нет. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии. Сергей Пичугин, место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Фаленках. Там в жилом доме погиб 59-летний мужчина. Детали этого происшествия, а также предварительная версия возгорания в рубрике «Сводка». Пожар произошел днем 1 февраля в одном из домов по улице Труда в Фаленках. На месте ЧП сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина дома. Предварительное возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Впрочем, следователи не исключают и криминальную версию. Сейчас идет проверка. После выводов экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. На Слободском тракте на ходу вспыхнула лада. Она дымила прямо у сугроба. Но водитель, судя по всему, не переживал. Он пытался разобраться, что происходит, и не суетился. Скорее всего, серьезных последствий удалось избежать. В Кирове полиция расследует дело о похищении 18 тонн листового металла на сумму 800 тысяч рублей. Оперативники предполагают, что это было мошенничество. Потерпевший это предприниматель из Казани, который заказал груз с доставкой из Нижнего Новгорода, но почему-то водитель уехал в Киров. Здесь пять рулонов металла отправили на переплавку. Сейчас решаются вопросы о возбуждении уголовного дела. Возможно, к похищению причастны телефонные мошенники. Михаил Вагин. Место происшествия. Нововятский суд прекратил уголовное дело в отношении 41-летнего чистильщика металла Василия. В прошлом году мужчина похитил у потерпевшего боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Ордена и медали лежали в квартире у дочери героя. Василий воспользовался моментом и присвоил семейные реликвии. Подробности поступка мужчина рассказал в отделе полиции. Преступление, как это часто бывает, началось с банальной пьянки. Достал дуку коньяка, стали выпивать. 41-летний житель Нововятска пригласил к себе в квартиру малознакомого кировчанина. Вот он дает показания полицейским. Разговорились, он начал рассказать о себе, я о себе. Начал показывать фотографии, потом достал медали. Медали ветерана Великой Отечественной войны хранились у дочери героя. Ее муж ненадолго оставил новоявленного гостя наедине с наградами и ушел на кухню спать. В этот момент я взял медаль. Медали где находились? На стуле. Ветеран защищал Сталинград, освобождал Прагу и дошел до Германии. Награды, память о фронтовике и гордость его семьи. Похититель же хотел просто украсть их и заработать. Всего более 15 намерений похищенных. В том числе орден Ленина, орден Великой Отечественной войны, медали за освобождение Праги, Германии и оборону Сталинграда. В ходе проведенных громадных оперативно-ростных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции НР-3 в кратчайшие сроки по горячим следам удалось установить лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 41-летний житель Новерского района, который похитил данные боевые награды. В итоге уголовное дело было возбуждено не по статье кража, а по статье незаконное приобретение государственных наград. За это преступление Василию грозило до трех месяцев ареста. Но дознаватель при направлении дела в суд учел положительные характеристики обвиняемого. Он ранее не судим. Наличие у него двух малолетних детей и написал в суд ходатайство о прекращении дела. В итоге Василия освободили от уголовной ответственности, дали штраф в 5000 рублей и отпустили. Постановление вступило в законную силу. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. А у нас небольшая пауза. Не переключайтесь. Что делает сугробе Гранта? Сугроба Гранта отдыхает. На первом городском проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Кирове на улице Деповской водитель Гранты исполнил роль Золушки. Ехал он, правда, не с бала, а с банального застолья. Видимо, он так хотел успеть доехать до дома до полуночи, что врезался в глубокий сугроб. Ну и главное совпадение. В попытке убежать с места инцидента мужчина потерял ботинок. Чем закончилась эта отнюдь несказочная история, выяснял Сергей Пичугин. Вот эта Гранта черная ваша? Это моя Гранта. Водитель Гранта Иван так хотел попасть домой до полуночи, что не вписался в поворот и прямо у своего дома залетел на сугроб. Что делает сугробе Гранта? Сугроба Гранта отдыхает. В Одессе ли? Очевидцы сообщили, куда только можно. И в дежурную часть полиции, и активистам ночного патруля. Сотрудники ППС были рядом. Они задержали бегущего домой человека с одним ботинком на ноге. Очевидцы говорят, что вы ДТП здесь совершили. Какое? Ну вот сюда вы ехали в сугроб. О, в сугроб. Забуксовал? Забуксовал? Через кем ты? И что теперь делать? Объяснение по вашу душу сейчас будет написано, что вы ехали за рулем. По словам Ивана, ни на каком балу он не был и машиной не управлял. Если я разобрался, я вообще в машине пьяной никогда не буду. Часы провели 12, когда приехали сотрудники ДПС. Здравствуйте. Какая машина? Наверное, моя. Кто управлял? Я не знаю. Документы есть на машине? Да, пожалуйста. Ставьте, пожалуйста. Что ты в одном будешь купить? Документы. Где у вас второй ботинок? Можно его убрать. Заботливая мама водителя решила поискать ему ботинок. Давай принесу хоть ботинок. Сын ваш, да? Да. Пьяненький? Есть немножко. А что он катается в таком состоянии-то у вас? Он не катался. Так он вот только что ехал. Вон, очевидцев, вы лучше смотрите, сзади стоят. Ну, я не знаю. На улице ботинка не было. Мама сходила за другой парой обуви домой. Мам, все хорошо. Все. У него один-то ботинок на ноге. И заберите его тогда. Не, не, мама, мама, все хорошо. Да. Все? Задали? Все хорошо? Выяснилось, что водителя уже лишали прав, поэтому на место задержания вызвали средства на оперативную группу. Мама тем временем нашла ботинок Ивана, он был на водительском месте. Вот его заберите, и все. Не хотят ключи-то достать все ключа. Не, не трогайте ключа, а то сейчас возможно будет это тут действие оперативное. Сейчас за повторное нетрезвое вождение Иван может получить уголовное наказание. А это или крупный штраф, или обязательные работы, или до двух лет лишения свободы. Это может быть сказка с несчастливым концом. Сергей Пичугин, место происшествия. Въехал в Киа и скрылся с места аварии водитель Приоры на улице Кольцова. Хмельного шофера заметили очевидцы, но задержать нарушителя они не успели. Он бросил машину во дворе соседнего дома и убежал. Детали аварии в рубрике «Видеорегистратор». У перекрестка улиц Упита и Кольцова странный водитель Приоры. Задним ходом въехал в кроссовер Киа. По словам очевидца, у виновника ДТП были признаки опьянения. С места аварии он скрылся. Нашли автомобиль у дома номер 5 по улице Упита. На перекрестке улиц Московской Солнечной водителя Хион Дэс занесло. Иномарка въехала в попутный поло и протаранила ограждение. По словам виновника происшествия, он уходил от столкновения с белым фургоном, который поворачивал налево. Сейчас мужчина пытается доказать, что был не виноват в ДТП. Не захотел ехать, как все, водитель кроссовера Хион Дэ на улице Некрасова. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. После инцидента водитель красного седана уехал вправо в сугроб, а нарушитель остановился и включил аварийку. Мастера парковки зафиксировала камера во дворе. Водитель десятки уверенно двигался задним ходом к парковочному месту, но не заметил приору. После удара биновник аварии вышел из машины, осмотрел повреждения, видимо, ничего не увидел и продолжил маневр. Хорошую реакцию продемонстрировал водитель машины с камерой на улице Азина, когда ему дорогу вдруг перекрыл грузовик. Водители, будьте осторожны. В районе перекрестки улицы Ленина и Хлыновской появился пешеход-фаталист. Он внезапно выходит на дорогу на красный сигнал. Конечно, там пропустил. Он что, нормальный? Нет? А, было ***, да и Витя вам ***. Он и дальше идет. Решил подрифтовать на улице потребка операции водитель Хонды и чуть не попал в ДТП. Перебрал с газом музык. Михаил Вагин. Место происшествия. На сегодня это все. Актуальную информацию вы можете прислать нам на почту mpkirovsobaka-inbox.ru либо позвонить по указанному номеру телефона. В студии была Татьяна Грудинина. Будьте внимательны и осторожны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok